Всем привет, добро пожаловать на канал VTNT, с вами как всегда я Владимир Тишевский и в моих руках Xiaomi Redmi Note 5. Ладно, шутка, это конечно же не Redmi Note 5, хотя действительно очень похож и только те, которые внимательно присматривались к Redmi Note 5 могут по задней стороне отличить его от Redmi Note 6, который сейчас у меня в руках. Да, это Redmi Note 6 Pro, у меня смартфон на 3 гига оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной памяти, давайте вместе с вами посмотрим, мы видим 3 оперативки, 32 встроенной памяти, лоток здесь комбинированный, то есть можно поставить одну сим-карту и карту памяти или же 2 сим-карты. И с этим смартфоном я уже на самом деле чуть больше чем 24 часа, но так как у меня появились как бы следующие смартфоны, я его отложил и 24 часа все-таки непосредственно только с ним и провел. И конечно у меня есть впечатление и результат вам о данном смартфоне что рассказать. За период всего этого времени я тут видите установил целый ряд приложений, я даже затестил игры и все остальное и могу сказать, что смартфон действительно во многом меня порадовал за это время, но не все так идеально гладко. Например, заходим в приложение Geekbench 4 и что мы здесь видим, здесь все ок, а здесь все не ок. Понятно, что это конечно зависит от разработчика, насколько он оптимизировал это все дело под данные экраны, но тем не менее, почему Xiaomi сама не адаптирует и не передвигает, а вот эту челочку все-таки как бы убрать не получается и соответственно вот так все это выходит. Еще один из нюансов оптимизации, сейчас я включил игру PUBG и мы видим, что игра заходит непосредственно на часть где находится челка и как вы видите часть меню здесь закрыта. То есть нету возможности нажать на те кнопочки, которые находятся за этой челкой. Честно говоря, такую оптимизацию я не очень-то ожидал, потому что в том же самом Huawei P Smart Plus, вы можете посмотреть тест игр, не давало возможность зайти как раз именно на сторону где челка. И это честно говоря меня очень сильно расстраивает, поэтому я ожидаю, что конечно же сама Xiaomi и не только Xiaomi еще и разработчики будут больше оптимизировать свои приложения под этот смартфон. Еще одним небольшим разочарованием было для меня то, что я не могу поставить проценты здесь в верхней части по той причине, что присутствует челка и соответственно я не могу занять все место под информацию. А челку эту убрать простым способом пока что не получается, может быть я что-то где-то не доглядел, но пока что я не нашел меню где она скрывается. Соответственно для того, чтобы мне посмотреть проценты, мне нужно вот так вот опустить. И кстати, смотрите кто мне написал, может быть кто-то из вас знает данного товарища, это мой друг Антон Григорьев. Если вы не подписаны на его канал Антон Григорьев, там где он делает обзоры смартфонов, советую подписаться, потому что этот парень вот забирает вот этот Redmi Note 6 Pro у меня после того, как я сделаю обзор. Я очень рад, потому что я купил его и потом после обзора продаю и Антон узнал и предложил выкупить у меня этот смартфон. И после того, как он мне даст деньги, я куплю следующий смартфон и так далее, и так далее, и так далее. В общем, друзья, что могу сказать? Некоторые нюансы, связанные все-таки с этой оптимизацией, меня немного расстраивают. Я хотел бы, чтобы таких нюансов не было. Несмотря на то, что я, конечно, покупаю смартфон не за 900 долларов, я покупаю все-таки смартфон за 180-220 долларов, в зависимости от того, где вы его на сегодняшний день будете покупать. По той причине, что на Алиэкспрессе он стоит дешевле, в интернет-магазинах можно, опять же, китайских найти его по 180 долларов. Ну, а у нас уже там, где я живу в Украине, он продается по 210-15 долларов, вот так вот, плюс-минус. Но это, по крайней мере, на день, когда я записываю это видео. Но, возможно, когда вы смотрите это видео, то немножко по-другому. Итак, как я и говорил, сутки с смартфоном, и я сделал целый ряд скриншотиков. Я не только скриншоты, я тут, видите, еще фоточки сделал. Вот по снимкам экрана я тут как раз заскриншотил насчет того, что из себя представляет уровень заряда, и вообще, как держит заряд батарея. Итак, смотрите, я заскриншотил, когда было, видите, очень мало заряда. К сожалению, проценты вы не увидите, а здесь их было 19%. Вот так вот, давайте мы посмотрим, есть ли тут я открыл шторку. Да, вот смотрите, 18% было, когда я делал эти скриншоты, все-таки я не забыл это сделать. И смотрите, один день, 1 час 50 минут, осталось 18%, то есть от 100 до этого момента. И что за этот период времени я сделал? Он был в эксплуатации смартфона, именно экран был включен 4 часа 52 минуты. Из этих часов наибольший я потратил заряда на игру PUBG Mobile, также на просмотр немного YouTube, и просто на установку вот этих всех приложений, остальных всего-всего, пока я логинился, пока это. То есть сказать, что автономность здесь на данном смартфоне какая-то хорошая, я бы так не сказал. Тот же самый Huawei P Smart Plus, у которого было 3340 мА батарейка, показал плюс-минус такой же результат. Также я тут уже сделал ряд синтетических тестов, например, Antutu показывает 116 тысяч баллов. Geekbench 1337 в сингл-коре и мультикоре 4917. Что касается памяти, конечно, здесь не самая быстрая, но достаточно быстрая память на чтение 302 мегабайта, на запись 120 мегабайт в секунду. Это неплохой результат, особенно для данной ценовой категории смартфона. Ну и автономность, все ясно-понятно. Также я сделал целый ряд фотографий и даже видео на данный девайс специально для вас. И могу сказать, что камера у данного смартфона неплохая. К примеру, вот травичка, листики. Что касается этого фрукта, я, к сожалению, не знаю, как он называется, но он растет у меня в огороде, его мой отец выращивает. Тут я вот еще немножечко ракушек пофоткал, селфи-камеру сделал, фотографии. Фотки, конечно, делает неплохие. Портретный режим на селфи-камеру явно заметен. И идет размытие еще сильнее. И размытие неплохого качества. Также детализация фотографий на достойном уровне. Конечно, макросъемки делать не получится. Но, допустим, у такого размера цветочек, вот, он зафотографировал очень хорошо и размыл фон. То есть, вполне себе приемлемо. Камера здесь неплохая. Лучше ли она, чем на Redmi Note 5? Это мы, конечно же, сделаем в сравнении. Я не могу сказать точно. Но, действительно, камера неплохая. Тут я вот еще снял видео моих хомячков. Получается, они в темноте сидят. Я включил вспышку и вот я их там заснял на видео. Ну, в целом, фокусируется неплохо и снимает видео тоже более-менее неплохо. Вот, также вы сможете посмотреть видео на основную, на фронтальную камеру. Что скажете? Вот, пишите в комментариях. Видео на фронтальную камеру Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Давайте смотреть разные ракурсы, где он, может быть, будет то ли ошибаться, то ли где-то неправильно показывать. Даже вот в таком положении очень даже неплохо. Видите, по-моему, очень даже хорошо. Мне кажется, что даже лучше, чем Xiaomi Redmi Note 5. Но это мы узнаем, когда будем сравнивать. Записываю видео на Xiaomi Redmi Note 6 Pro на основную камеру. Давайте посмотрим, как себя ведет он на видео. Какая реакция у него. Правда, видите, нету никакого облачка, чтобы посмотреть по поводу облаков. Давайте, вот тут есть какие-то плоды, фокусировочка. Солнце светит очень ярко. Нифига не вижу. Есть ли там фокусировка или нет. Давайте попробуем так в травичку. Так снимает травичку. Вот есть еще тут немножко ракушек. Можно, в принципе, поближе посмотреть на ракушки. Можно в этот момент сделать фотографию. Тут, видите, всякие разные фигурки. Также из интересных или, может быть, не очень интересных фактов. Это то, что есть искусственный интеллект. И он, да, определяет, что я там фотографирую траву. Но не всегда угадывает. Когда я фотографировал ракушки, он думал, что это портрет я снимаю. Из минусов я могу отметить то, что смартфон не умеет писать видео в 4К. Также я показал этот смартфон нескольким своим знакомым. И одна из моих знакомых сказала, что она очень сильно захотела этот смартфон. Потому что у нее J5 2016 года, Samsung. И когда она включила камеру и навела, она, получается, ногтевой как бы мастер. И когда вот так вот навела, и такая, вау, какое качество, какая фокусировка, вот это да. И, конечно же, она сказала, что вот этот смартфон ее покорил за счет камеры. И действительно, здесь неплохие камеры. Вот это вот прямо зачетненько. И фронтальная, и основная. То есть, это действительно плюс. Все, друзья. Наверное, я буду на этом заканчивать свое первое впечатление. Оно и так как бы затянуто уже на более чем 10 минут. Подведем итог. Смартфон по ощущениям не сильно круче, чем Redmi Note 5. Все-таки приятнее то, что экран поболее. Размер такой же остался. Чувствуется, что сам экран немного получше. Камеры немного получше. Ну, а в целом, как бы не радует отсутствие оптимизации. И, кстати, если на Redmi Note 5 есть уже MIUI 10, то здесь MIUI 10 пока что нет. Последнее 9.6.6.0. Так, еще давайте мультимедиа, звук, громкость на достойном уровне. Подведя финальный итог своих 24 часов с этим смартфоном, скажу, что я бы этим смартфоном пользовался. Но, если у меня был бы Xiaomi Redmi Note 5, то обновляться на этот смартфон однозначно не стоит. Если у меня Redmi Note 4 или 3, то, конечно, да, есть смысл обновиться именно на этот смартфон, а не на Redmi Note 5. Все-таки этот смартфон чувствуется как более современный. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, смотреть другие интересные видео, подписываться на мои социальные сети Instagram, Twitter, Telegram. И мы еще увидимся в новых видео. Всем пока. До скорых встреч в новых видео.